Доброе утро, друзья! Мы сегодня настоящая Sony. Проснулись в 11 часов, поэтому у нас не будет такого утра, как обычно, насыщенного. Давайте я вам покажу Катькин костюмчик, который мы вчера купили. Это тайская фирма Vaya. Мне кажется, очень классно выглядит за счет вот этих лямок. Тебе очень идет. Спасибо. Пожалуйста. Ну и традиционно показываю погоду. Очень жарко сегодня, вроде как безветренно. Сейчас, наверное, мы посмотрим какие-то красоты. Может быть, что-то подзапишу. Что, горячий? Ага. Блин, я не знаю, что придумать. Надо тряпку какую-то, может, зажимать. Невозможно, да? Не знаю. Сейчас я пытаюсь охладиться. Все, надо, правда, какое-то полотенце самое дешманское купить и накрывать. Потому что, ну, правда, это прям невозможно. Хочу вам показать еще один пляж. Шао-сан, который находится за Найхарном. Здесь достаточно каменисто. Но очень красиво. Сюда мало кто доезжает, потому что лениво. Там и дорога немножко не очень. Ну, сейчас все посмотрите. Ой, какие здесь подъемы-то. Я же забыл. Можно тренькаться. Туда-сюда, наверх-вниз. Накачаешь жопу, ноги. Ну, вот. Сама обстановка здесь, конечно, такой себе. Но пляж красивый. Будешь не спускаться? Не могу спускаться. Ну, вот. Такая красота. Ну, как видишь, он не сильно популярный. То есть, по сравнению с другими пляжами, народу вообще немного. Косота. Знаешь, что надо купить нам? Маску. Чтобы там крепость еще для GoPro было. Было бы офигенно. Подводок поснимать. Удобно. Хотя можно и с рук. Непринципиально. Фух. Вроде подъем не высокий, а я запыхался. Очень вкусно позавтракали. Рекомендую вам это место. Это место называется «Хоп Кокаэли». Внутри не смог вам ничего голосом проговорить, потому что там играла популярная музыка. Обалденный завтрак. За все мы заплатили 810 бат. Я взял себе еще капучино. Попросил его сделать экстра горячим. Просьбу выполнили. А Катюха взяла себе напиток. Это у нас клубника с бананов. Да? Милкшейк это, правильно, да, называется. Тоже очень и очень вкусный. И это заведение поддерживает футбанду и экран. Поэтому, если что, можно будет заказывать. Мы пока ни разу не делали доставку именно еды. Потому что на байке достаточно быстро можно добраться. Но надо попробовать ради интереса. Ну что, можно садиться? Можно. Тебе-то точно тишерт плотный. Если я смогла сесть. Блин, какой же он горячий, а. Ребзя, ну а мы выехали кататься. Еще из интересного. Сегодня впервые попробовал сервис Лазада. Это местный Алик. У меня долго не получалось там зарегистрироваться. Я все время вбивал номер телефона с международным ходом. Думаю, ну что же я делаю не так. В итоге его убрал, зарегался. Все окей. А взял я там пенки для GoPro. Здесь они недорого стоят. По 150 бат, по-моему, я взял. И доставка 40 бат. Поэтому через пару дней должны привезти. А я тормознул возле своего любимого места. Тут офигительный вид на Найхару. Прям не могу. Каждый раз, когда проезжаем, хочется останавливаться. Клево. Сейчас возьмем кофеек. И, может быть, заедем в салон Хонда. Мне хочется посмотреть, сколько стоят байки. Вот. Ну и куда-то еще заедет. Катюха, конечно, не в восторге. Да, Катюха? Что? В салон какой-то ехать, да? Выбора нет. Да есть выбор у тебя. Просто на поток мы сейчас не успеем. Я один раз спросил, типа, хочу в Хонда заехать. Посмотри, сколько байки стоят. Тебе интересно это? Я говорю, нет, не интересно. Я сейчас еду. Ну, мы сейчас все равно заедем. Поэтому, говорю, у меня выбора нет. Да есть у тебя выбор. Ладно уж тебе, не прибедняйся. Дай еще раз покажу. Вот этот офигительный вид. И поедем дальше. А катаемся мы на Катюхину. Ну, потому что на нем удобнее. Я вчера заблудилась. Каталась, каталась. Думаю, блин, как мне попасть в отель брата? Телефон сел. Ой, я так угорал. Сусанин. Все, просто прокатали уже по сто раз. И в итоге заблудилась. Друзья, нашел салон Хонда. Достаточно быстро. Сейчас пробежимся. Посмотрим, что сколько стоит. Такие есть модельки. Ну, так интересно. Да. Все, понравился скупий вот такого цвета. Мне нравится. Тут, смотри, немножко другой дисплей, будто бы. Да. По крайней мере, ну, дизайн. И кнопка есть. Это прям новый-новый. Да, и здесь вот эта штука. Здесь 22-го года. Здесь ключ не нужно вставлять. Он у тебя находится где-то в кармане, и ты заводишь. Ну, как по беспроводной связи. Bluetooth. Не знаю, сколько стоит. Сейчас буду выяснять. Да, дизайн у него очень прикольный. Вообще, много моделек скупий. Это все 22-й год. Вот тоже скупий. Скупий. 65 царей? Да. Ну, так мне нравится дизайн. Клевый. Ну, мне не очень. Мне больше нравится. Сочетание. Я бы себе такой не взял, но просто говорю, что нравится. Вот этот тоже новенький. Если помните, у меня вот такой был. Только серебристого цвета. Яркого. Тут уже дисплей другой. Моделый, кочерявый. Я хочу, чтобы ты себе такой взял. Ну-ка, дай-ка я присяду. Он сейчас, правда, на ножках. Но жесткое здесь сидение. Ножкое? Угу. Не, персонально. Не, мне наоборот это нравится. Здесь лучше, чем на старом. Вот здесь выемка вообще другая. Сядь вот сюда. Вот именно вот эта штука здесь как-то по-другому сделана. Ой, класс. Блин, все, она открывается, допустим, на какой-то штуке. Ты чувствуешь? А, прикольно. Доводчики ходят? Да, доводчики. Так, место, шлем можно помещать. Сюда два вообще шлема помещаются. Но вот наши хрен. Прикольно, допустим, реально доводчик смотрит. А это? Не знаю, может что-то цеплять. А по эргономике, ну, тут все так же. Сигнал, поворотники, дальний, ближний. Что это такое? Ой, не боюсь, не боюсь. Не сломай ничего. Не сломай ничего. А то сейчас заставят покупать. По-моему, он стоит 89 тысяч. Есть суперкап. Вот такой. Дизайн у него необычный. Но я бы себе, конечно, такой не взял. Здесь знаешь, коробка передач какая. Надо переключать. Это типа плюс один, минус один. Ну, хрен, да. Ну, если посмотреть, то все завалено, конечно, скупами. А где-то скупы свежего сиденья. Не вижу. Не вижу. Странно, что нету, знаешь, чего? Ну, каких-то там форс. Именно здесь я покупал свой серебряный PCX много-много лет назад. Это у нас Клик 160. Очень прикольный он, конечно, стал. Вот эта конфигурация 101 тысячи 400 долларов. Тут ног всего навешано, суть по всему. То, что сама база стоит 70 900. Ну, кстати, прикольно, да, выглядит? Раньше он похуже был. Прям совсем несовременно выглядел. Давайте посмотрим. Ну, тут беспроводной ключ. Достаточно глубокий. Здесь. И крючок. И крючок. И самое главное, ниша. Сюда шлем лезет. Угу. Ну, и что такое? Что-то у нас еще скупи 22-го года, да, судя по всему. Да. Видишь, тут тоже беспроводной. Ну, он такой модняно-кучерявый. Для того, чтобы не слетел. То есть, как карабинчик. Забавно. Давай по цене посмотрим. Так. Тут вообще ничего не понятно. Да, тут как вон он стоит сразу. А? Короче, именно вот эта модель 81 500. Сама база 57 тысяч. И чего-то там навешано. Много всего. Но написано по-тайски. Да. Сразу сел и поехал. Посмотри багажник. Отличается чем-то или нет? Будто бы нет. Будто бы нет. Ну, классно. Здесь уже сразу идет. Видите, USB-шка. Не надо ничего придумать. CBF 150 NALTH. 113 300 бат. Вот уже мотоцикл, мотоцикл. У нас рядом с домом есть фруктовая лавка. Савдикап. Пока у меня по работе небольшой перерывчик. Сейчас точим арбуз, который мы купили сегодня днем. Он небольшой, но должен быть сладкий. Опа! Вот и маленькие семечки. Одна половина твоя, вторая моя. Сейчас я ложки возьму и попробую. Давай. Бабка, бобо. Видите? Даже жидкость от этого к этому уходит. Ничего пройдет. На, я нашел чайные, они маленькие, конечно. Но тоже ничего. Спасибо. Заценим витаминки. Хоп. Неудобно обнарухать. Вкусный? Офигенный. Не на пол. Ну все, мне неудобно кушать. Ну как? Ой, сладкий. Мы с катешкой, как бабки у подъезда. Сейчас сидим на перевале между Равайи и Ката. Сидели, болтали. Тут приехала полиция, выставила блокпост. Сидим, смотрим, кого, за что мы рыжем. Обсуждаем. Я говорю, давай я тоже с ними постою, поработаю. Половину мне. Девчонка шлеме, а мужчины нет. Да. Сейчас он ухлопочит. О, еще и дышит. Да. Ну и что там? А, ну все, он полез. Сейчас будет бабки платить. Или нет? За шлем. Нет, будет, будет. За шлем, да. Полюбас. Да, он показывает, это шлем, все дела. Все, посидим, еще посмотрим. Да, это забавно. Просто на реакцию, да, людей смотреть, как они реагируют. Сейчас и русские пойдут, которые по перевалу катаются. Мы только что видели факт коррупции. Чувак просто денежку дал. Пожали они друг другу ручки. В сумочку себе положил. Еще пару пассажиров. Сейчас понаблюдаем. Что же у них там будет? Это можно целый влог вообще с ним. Открыли за тайку. А, тайку тормознули без шлема. Она дальше поехала. Ничего не стали выписывать ей. Ну, просто 500 бат для тайки. Блин, она вот давится. Скажет, ребята, идите нахер. Ну, а туристы нахлобучить. Это милое дело. Ну, что там, у них есть права? Не, ну, это реально забавно. Скажи себе, так смотри. Надо еще семечек. Да-да-да. Согласен. Кулечек, да, такой? Да-да-да. Так, у тех права есть. Тех вроде бы тоже отпускают. Да, он что-то там достал, показал. Так, еще одни приехали на PCX. Ну, не знаю. Сейчас будем следить за развитием событий. Ну, а так в целом. Мы, наверное, сейчас доедем до Каты, до Корона. Может быть, до Патонга. У нас, конечно, тоже тормозняк. Но у меня все есть. Какая Катюха ответственная? Мы идем в специальном номер для того, чтобы залить видос. Хотя катались. Сейчас выберет картинку. И в бой. А потом опять я не катаюсь. Да, и еще немножко покатаюсь. Катюха сидит, кропотливо убирает картинку. А я, пожалуй, сейчас сточу мои любимые крекеры. Катю не зашли они. А мне очень сильно нравится. Давайте вам снова покажу погоду. Она у нас сегодня отличная. Вообще, хочу сказать, что единожды за наше время пребывания был дождь. Я вам это все дело показывал. И с тех пор каждый день светит солнышко. Классная погода. Пару дней было ветрено. Ну да, немножко прохладно. Особенно вечером. А так все прекрасно. Сейчас я поеду подстричься. Потому что у меня уже на башке непонятно что. От шампуня кофер лайм все растет просто, блин, как на дрожжах. Поэтому, как обычно, вот тут миллиметрик сделаю и немножко подниму все это дело. Катюха сейчас поехала в Лондри. Сдала наши вещи. У нас уже там два пакета накопилось. Потом узнаем по стоимости сколько получилось. Потому что тут килограммом берут 50 или 60 бат. Я уже не помню. Сажусь на байк и еду. Ну и результат вам, конечно, покажу. Постригся и возьму себе типичную закуску, которую все уже пробовали. Это блинчики. Там будет банан, нутелла. И еще попросил сюда. Сгущеночкой все это полило. Ну, в принципе, он неплохо меня постриг. Там был мальчик, 25 лет всего. Я ему еще говорю, ты что такой молодой? Он такой, мне 25, я думаю, ничего себе. Очень молодо выглядит. Ну, вот традиционно у меня здесь единичка. Я немножко воском нафигачил. Но я буду своим, конечно, пользоваться. Потому что этот мне не очень нравится. У меня продолжается рабочий день. Катюха все занимается своими женскими штучками. Да, у меня сегодня скучноватый денек. Я вам еще толком даже не показал никакой красоты. Ну, ничего. У нас скоро и выходные, и праздники. И там будет просто всяких красивых видов. Тем более, у нас не будет ограничений по времени. Мы сможем нормально кататься. Может быть, тачку в аренду снимем. Если они будут. Ну, потому что туристов сейчас очень много. Я так и не съел тут свой десерт, который заказывал чуть ранее. Потому что сразу сел за созвон. И у меня не получилось поесть. Ну что, ребят, покурим. Я быстренько поотвечаю на вопросы. Давно надо было записать эту тему. Но вот только сейчас я до нее дошел. Это про байки, про полицию. Вот это все. Смотрите, сейчас полиции очень много на дорогах. Я вам даже чуть-чуть показывал. Облавы везде. И если вы без шлема едете, это 500 бат штраф. Если у вас нету прав, это еще 500 бат штраф. Никто вас никуда не загребет. Можно расплатиться на месте. Проблем никаких нет. Но постов много. То есть вас могут тормозить в течение дня по 2-3 раза. Вот я лично как бы ехал на Патонг. И два раза меня остановили. Хотя могли три. Там просто в одном месте пропустили. Но при этом, когда снимаете байк, у вас никто права запрашивать не будет. Поэтому тут проблем никаких нет. То есть вы можете на свой страх и риск брать и как-то увиливать от них. Если видите пост, можете в принципе развернуться и по другой дороге поехать. Но обычно так турики не едут. Они напролом. Их тормозят, проверяют права. Их нет. Все, плати, дорогой друг. Можно без квитанции прямо на месте рассчитаться. Боятся то, что вас заберут в полицию и там в тюрьму посадят? Такого, конечно же, не будет. По поводу езды в пьяном виде ничего не могу сказать, потому что я уже давно не пью. Но вот, мне кажется, за 500-1000 бат все равно можно откупиться. По поводу российских прав. Вам нужна открыта категория А. Если вы думаете, что у вас открыты бейк, а моторолеры, и здесь это проканает, нет. Они эту всю тему знают. Поэтому смело можете забыть про эту историю и будете все равно платить штраф. Ну и, конечно, есть вариант здесь сделать права. Но это стоит, насколько я знаю, очень дорого. 18-20 тысяч бат сделают за 1-3 дня. Но, мне кажется, дешевле просто ментам деньги отдавать, чем здесь покупать. Тем более, если вы едете всего на 2 недели. Если на подольше, то, конечно, варианты есть. Ребята, мы снова заехали. О, какая я еле. Я взял себе вафли. Blueberry and strawberry. И еще подается все делать с соленым маслом. Очень необычно, когда сладкая вафля и немножечко-немножечко соленое масло. Давай не обжигайся. Вот это очень горячее. И вот тут какой-то пирог с корицей и яблочком. Я делала с яблоком и корицей. Еще подают шарик и мороженого. А это что, кленовый сироп? Наверное. Ну и кофе-ку издали. Сейчас позавтракаем и работаем. По ценам вас сориентирую. За весь завтрак мы отдали 680 бат. Так получается, что у нас-то одинаковая сумма выходит, да? Почти. Ну, сейчас, потому что я просто даже интересно. Или я лошок и неправильно посчитала. Твой 235 и 105, да? 340. А мой 125 и 215. Да? У нас одинаково. Просто у меня на 20 дороже кофе. А у меня дороже вафельки. Да. Вафельки, вафельки. Вафельки вкусняшки. Вафельки, вафельки. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Но они не знают этого. Им надо посмотреть этого сумасшедшего профессора. Короче, это мунтик «Синий трактор». Да его все знают. У меня племянник постоянно его смотрел. И сейчас, наверное, смотрят. И Андрею дала послушать. Он теперь ездит. И вот этот ягодки, ягодки. Ягодки вкусняшки. Очень заведает. А еще, а еще самое главное песня. По полям. По полям. Синий трактор едет. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай. Попробуй угадай. Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет. Ребят, мы приехали на еще очень красивую точку. В течение двух недель уже пора было бы сюда доехать. Но мы только сейчас добрались. Находится рядом с ветряной вот этой электростанции. Что тут хорошего? Очень классный вид. То есть тут видно, вон, Найхарн. Клевая панорама. Вот. И вот там дальше будет еще вид на Яновы. То есть мы смотрим на него сверху вниз. Сейчас вам покажу. Там прямо очень красиво. Видно? О, это красиво. Это красиво. Котю, нам надо сюда потом на закат приехать. Здесь очень красиво. Смотрите, видите, вот травка, да? Туда люди прям присаживаются и смотрят. Вот это все великолепие. Меня покажи. Меня покажи. Заехали скитом на Ката. Сейчас вам покажу пляж. Оцените обстановку. Ну и хотел рассказать вам про деньги, потому что частый вопрос. На самом деле, если вы едете на две недели, возьмите буквально пару сотен долларов, для того, чтобы их поменять в аэропорту. Ну, на такси, на еду. Просто минимальные какие-то расходы у вас будут. Что там, обезьяна, что ли? Или мне кажется? А, нет, это белка. Белка. Как я с обезьяной перепутал. Ну, я вижу какое-то движение по дереву. Что тут еще. Так вот. А дальше у вас есть возможность просто переводом в любом русском обменнике на тенек куда-то еще скинуть рубли. И вам выдадут баты. Поэтому UnionPay можете вообще не заказывать в Москве и не париться из-за этого. Но если на более долгий срок, я себе просто вот такую страховку сделал. На всякий случай. И я вам уже показывал, что все карты здесь отлично работают. Немножко милости, да? Закатилась. Пойдем в пляж покажем. Сейчас ключ так возьму. Шлемы здесь оставим. Да, только смотри по сторонам. Я до сих пор не могу привыкнуть, что при выходе на дорогу мне надо смотреть направо. Да, а потом налево. А потом налево, да. А он сюда хочет прикрыть? Ну, возможно. Еще медленнее, давай. Так, и это у нас Ката. Красивущий пляж. Мне очень он нравится. Собака, смотри, она такая волосатая и лежатка. То есть у собаки просто кратко-шерстные, а она к нам не падает. Да и нормально в теньке. Да? Но дышит тяжело. Ну, конечно, жарко. Так, ну что тут у нас? На лежаках народу полно. Ну, вот, показываю вам обстановку. Ну и красивующее море. Слушайте, ну вообще, как и на Патонге. Посередине народу поменьше. Слева, слева, право. Гораздо сильнее народ кучкуется. Ну и море-ка. Надо ходить. А то просто зальет. Блин, скорее бы прошло уже, а? Больно, 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 больно. Очень хочу. Отпустила. Ну и слава богу. Все нормально. Ну, мы поедем дальше, покатаемся. Не закрывай за мной, я тоже хочу подснять. Ля, какая красота, а? Кайфуля. А я все работаю. Катька увидела, лежа на диване. Смотри, говорит, что там творится. Чуть-чуть подснял, ну и дальше работаю. Ты не хочешь на ночной рынок-то сходить вон тот? Ты меня не снимаешь хочешь? Снимаю, конечно. Я в трусах. Да не видно ничего, что ты в трусах. Че ты? Все, мы погнали на вечерние покатушки. Мне так нравится в Таиланде снимать. Вообще, даже не надо ничего выдумать. Постоянно что-то происходит. Везде красота. Кайф. Пускай посмотрят ему этот видосик про кота. Укусил который, да? Да, он меня укусил. И посмотрите, сейчас покажу, как он прыгнул. Зверское нападение. Смотрите. К нам на балкон кот забрался, да. А мы на втором этаже, и с крыши, ну вот, типа вот такого домика, не знаю, видно там или нет, он такой к нам бац, и все. И Катьку укусил, да. Ты хотела ему просто, чтобы он тебе полезал пальчик, да? Нет, так я просто его гладила, так гладила, и хотела вот так вот сделать. Вот такой. Да, и он взял меня и укусил за большой палец. Козел рыжий, да? А я со всей любовью и душой к нему. Первый раз вижу, чтобы тайские коты кусались. Они добрые обычно лежат, вообще как и собаки. Дикие. Это местный гопник. Привет, ребят. Андрей сказал, что сегодня влог записываю я. Да-да. Да-да. Приехали в торговый центр. Будем сейчас брать наши любимые прецели. Они же кренделя. По-русски, да, кренделя. Крендель по-русски, да. Я хочу взять себе оригинальный. Он получается сладко-соленый. Больше соленый, наверное, чем сладкий. Еще хочу крендель с корицей. Мне достаточно. А ты что будешь? Господи. А из Тиксы буду и тоже крендель. Между прочим, поесть в этом месте очень бюджетно. Заплатили 219 бат. Это за 4 прецели кренделя и лимонад вот такой большой. Мне он очень нравится. Тебе сладковат, да, говоришь? Ну, лимонный вкус просто очень выраженный. Ну, лимонад, понятное дело. А я думаю, я дурак, и только мне эта еда нравится. Вот Катя попробовала, и тоже загорелась. Мы сейчас на байке катались. Такие, давай, Макдональдс езди? Давай. И такая, а может быть, прецели? Я такой, да. Ну, там немножко по пробкам пришлось помотаться. Но мы здесь. Сейчас и будем есть. Да. Они... Классные? А? Классные? Очень классные. Сказали, 10 минут надо ждать. Но мы готовы. Ради такой вкусной еды. Вкусной, вредной еды. Какие классные приводства. Как же мне нравится, что вечером можно просто посидеть в море, послушать водичку, посмотреть на вот эти бары, которые еще открыты у нас тут на Равайском побережье. Ой, сейчас уже поедем домой. Банюни. Катька собралась уезжать на моем байке без ключа. Как самокат его будешь крутить? Давай. Я догоню тебя. Блин, и тут из-за того, что легалайз травы, периодически ловим запахи. Вот практически все закрыто, а легалайз открыт. Конечно, вонь. Ой, блин, мы сегодня возле Вайн Коннекшна, когда садились на байк, как же воняло. Прям так насыщенно. Ну там рядом, видела вывеска? Да, но такое ощущение, будто прям 13 человек 10 курили. Вот прям так. Очень сильно. Очень жестко воняло. Очень, да. Даже на балконе у нас соседей, когда курят, не так жестко. Я даже запах, не знаю, воничего мусора меньше чувствую, чем вот травы. Много-много курят. Ну что, погнали. Я уже банюки хочу. Давай ключ, я это. Давай ставь ключ. Где? Я не знаю, где здесь подножка. А, оно тут далеко находится в этом байке. Нормально оно находится. Я, видишь, его смогла поднять. Так что я не такая уж и слабая. А я и не говорил, что ты слабая. Давай, заводи шарманку. На. Завожу, завожу. О, давай я заведу, смотри. А, для этого подножку надо убрать, да? Да. Точно. Ну так не заведется. Ну так, сейчас попробую. Так. Да уж, система ниппеля у тебя. Ты молодец. Поворотник-то выруби. Ну давай, все, начала баловаться. Вот козел, а. Ну нет, мне не нравится. Ну а что ты уезжаешь от меня? Уронить его? Какой-то для меня тяжелый. Боюсь, что меня занесет, и он упадет. Не могу его контролировать. Давай на подножку поставь, пожалуйста. Как он вырубится. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва! 수도 наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва! Спасибо за субтитры Алексею Дуброва! Продолжение следует...